Ахмед Абдул-Рахман Махмуд Аль-Саати назначен послом Бахрейна в России совсем недавно, в октябре прошлого года, как раз в дни, когда исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. В их развитии, учитывая последние события на Ближнем Востоке, заинтересованы обе стороны. И одним из векторов расширения двустороннего сотрудничества стал первый визит чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бахрейн в Карачаево-Черкесию. Сегодня я буду внимательно слушать и смотреть все материалы, которые вы мне подготовили для меня. Будете показывать о том, как работают ваши министерства, какие у вас есть услуги и продукты. Я уверена, у вас есть очень много богатств, которыми вы можете поделиться. Особенно это касается культуры, туризма. И следующим шагом будет уже подписание взаимоотношений к этих сферам. Также мы собираемся работать над тем, чтобы познакомить вас с традициями моей страны, так, чтобы жители этой республики узнали о Бахрейне, о нашей истории, и чтобы бизнесмены могли увидеть, какие у нас есть возможности для их дела. Короткая справка. Бахрейн – самое маленькое арабское государство в Персидском заливе с населением около 750 тысяч человек. Государственный строй, конституционная монархия. Основные статьи экспорта – нефть, алюминий и местный жемчуг, который с древнейших времен славится красотой и качеством, благодаря особым свойствам прибрежных вод. В Бахрейне развит офшорный банковский бизнес и международный туризм. Население в оазисах выращивает финиковые пальмы, цитрусовые фрукты, помидоры, орехи и другие культуры. О том же, чем можно завлечь инвесторов к нам в Карачаево-Черкесию, послу Бахрейна рассказали руководители Министерства Республики. Ахмед Альсаати с интересом ознакомился с видеопрезентациями об экономике, культуре, природных ресурсах и развитии туризма в Карачаево-Черкесии. Кроме того, сферу высшего образования подробно представил ректор Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии Руслан Качкаров. Посол Бахрейна дал свои комментарии по каждой презентации и обозначил самые перспективные, на его взгляд, отрасли для инвестиционных проектов. В частности, Ахмед Альсаати заинтересовала информация о большом количестве источников пресной воды в республике, которая в Бахрейне на вес золота. Я вижу, что у вас очень много условий в вашей республике. Я надеюсь, что я смогу посетить все эти месторождения термальных вод, чтобы понять, что это все у себя представляет, и затем рассказать у себя дома. Единственный вопрос, как можно все эти продукты и проекты перенести в мой регион, потому что дистанция ощутимая, и надо сесть и обсудить, как можно реализовать эти проекты у меня в стране, чтобы это было также вгодно для наших инвесторов. Конечно, могут быть еще и другие сферы, в которых мы могли бы взаимодействовать, кроме тех, которые были упомянуты сегодня, но мы можем начать хотя бы с этого, начать строить, и потом посмотреть, как дальше будет развиваться. Спасибо. Спасибо. В завершении встречи посол Королевства Бакрейн преподнес председателю правительства КЧР Руслану Казанокову и всем членам Кабинета министров Карачаева-Черкесии памятные подарки. А после встречи высокий гость посетил несколько промышленных предприятий в республиканской столице. Руслан Альботов, Михаак Аракелян. Итоги недели.